Дорогие друзья, подходит к завершению наш цикл бесед о качественной питьевой воде. И сегодня мы вместе с экспертом по питьевой воде Светланы Сорокалетовой поговорим, как же все-таки выбрать качественную и хорошую воду. Ну и узнаем, чем она чистая и полезная вода, все-таки необходима для человека. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Что же такого содержится в воде? И чем она так нам необходима? Ну, вода, как вы знаете, является самым важным элементом для любых живых существ на Земле. И человек на 80%, как вы знаете, состоит опять-таки из воды. Поэтому мы регулярно и ежедневно нуждаемся в исполнении запасов влаги. Ну а с водой мы получаем биогенные, необходимые для человека элементы. И без них невозможна нормальная работа систем жизнедеятельности человека. И калий, кальций, магний, фтор, йод, они также необходимы нам, как белки, жиры и углеводы. На недостаток таких элементов человек отреагирует только отрицательно. А чем нам грозит недостаток элементов, о которых вы говорите? Ну, вообще, самым важным для человека элементом можно сказать, что это кальций. Кальций – это залог сохранности наших костей и зубов. И для детей его недостаток грозит тем, что произойдет задержка в развитии и так далее, в развитии роста. А у взрослых может привести недостаток кальция к развитию остеопороза. Калий и магний, они важны для нашей работы мышц и для работы сердечной мышцы, в частности. И его недостаток может привести к аритмии, к мышечной слабости, к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Йод, которого содержится в организме всего 25%, в 25 миллиграмм. Он, 15 миллиграмм йода содержится именно в щитовидной железе. И недостаток йода может привести к нарушениям в работе щитовидной железы, а у детей начинается отставание в развитии именно умственном. Ну и вообще, общая минерализация в питьевой воде должна быть 200-500 миллиграмм на литр. И если вы употребляете воду, например, более минерализованной, то это может привести, например, к камням в почках и так далее. Ну, то есть обилие минералов все равно плохо влияет на здоровье. Но, Светлана, я просто задам вам очень интересный вопрос, который, скорее всего, интересует всех наших зрителей. Но ведь есть вода из фильтров, есть, в конце концов, вот эти скважины, на которые все ездят. Из колодца. Из колодца, да, на дачном участке пробурили колодец, сделали. Почему эта вода не соответствует тем параметрам качества, о которых вы говорите? Ну, потому что, в частности, например, водопроводная вода, которую, к сожалению, сейчас вынуждены пить довольно большая часть населения городского, она не соответствует санитарным нормам по безопасности именно, и по содержанию полезных веществ. К тому же, такая вода хлорируется. А хлор, как вы знаете, вступает в соединение с органическими загрязнениями, растворенными в воде, и образуются канцерогенные вещества. К примеру, хлороформа – это опасно для здоровья. А что касается, вот, как вы сказали, различных скважин, колодцев в садах наших, или популярные сегодня альтернативные источники – родники, то они официально признаны неорганизованными источниками. Поэтому за качество такой воды, из таких родников, скважин и так далее, никто не отвечает. И родники в основном питаются из грунтовых вод, которые подвержены сезонным загрязнениям. Ну, а воде из-под фильтров, опять-таки, о полезности возникает вопрос, потому что они превращают воду в обессоленную, пресную, и некоторые виды фильтров не способны, способны, вернее, даже пропускать иногда и бактерии, и хлор. Хорошо, Светлана, скажите, как все-таки нам выбрать качественную воду, соответствующую параметрам безопасности и полноценности? Ну, согласно официальным документам Нездрава Российской Федерации, полноценной является питьевая бутилированная вода в высшей категории качества. И только она рекомендована к ежедневному употреблению и приготовлению пищи. Во-первых, потому что она является пищевым продуктом. Ни водопроводная вода, ни очищенная с помощью бытовых фильтров, официально пищевыми продуктами не признаны. И это значит, что к производству питьевой бутилированной воды предъявляются самые высокие требования. Во-вторых, такая вода берется из глубоких, подземных, надежно защищенных источников. Это значит, она уже изначально чистая и полезная. И микробиологическая безопасность на производстве обеспечивается не хлорированием, как у водопроводной воды, а озонированием и использованием ультрафиолета. Ну и к тому же питьевая бутилированная вода, особенно в высшей категории качества, она полноценна и соответствует всем санитарным нормам и правилам по содержанию макро- и микроэлементов. И это значит, что ее употребление способно восполнить недостаток таких элементов в вашем организме. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях эксперт по питьевой воде Светлана Саракалетова. Светлана, какую марку воды вы рекомендуете употреблять нашим телезрителям? Ну, я давно рекомендую употреблять нашим телезрителям воду Новокуринская. Для взрослых подойдет отлично вода марки «Премиум», а для детей нужно использовать специально приготовленную детскую воду, потому что она пригодна для употребления деткам с первых дней жизни и без кипячения. Наша компания давно зарекомендовала себя как отличный производитель, и мы уже в течение 20 лет доставляем жителям Екатеринбурга и близлежащих городов чистую и полезную воду Новокуринская. Наша вода безопасна по микробиологическим показателям, она полноценна по своему составу и просто очень вкусная. Светлана, все-таки расскажите, как заказать воду Новокуринская? Ну, если еще кто не знает, то по номеру 270-77-77 или на сайте www.3wnovoda.com мы работаем с 8 утра до 10 вечера, осуществляем доставку питьевой чистой и полезной воды на дом и в офис в городе Екатеринбурге и близлежащих городах. И для новых клиентов, для постоянных клиентов у нас постоянно проводятся акции с большим количеством ценных призов, поэтому заказывайте воду Новокуринска, участвуйте в акциях, выигрывайте эти призы и будьте здоровы! Спасибо вам большое! Напоминаем зрителям, что у нас в гостях была эксперт по питьевой воде Светлана Сороколетова. Дорогие друзья, через пару минут мы узнаем, что приготовил для нас музей изобразительных искусств в ночь музеев. Субтитры создавал DimaTorzok